Пару лет назад 61-летний сварщик Пол Гейлорд чуть не расстался с жизнью. Мужчина представить себе не мог, что причиной его смерти чуть не стал любимый домашний питомец. Этот кот жил в доме Пола уже долгое время и часто отлучался охотиться на мышей в ближайший лес. К сожалению, один такой поход стал для него фатальным. В тот злополучный день мужчина случайно увидел, что его мурлыка подавился добычей. Пол попытался помочь коту, но тот покусал хозяина, а затем удрал. Вскоре сварщик нашел питомца мертвым. Было похоже, что животное скончалось от какой-то болезни. Через несколько дней зараза свалила и самого Пола. Температура мужчины упрямо лезла вверх и не хотела сбиваться. Ну а когда подмышками сварщика родные нащупали опухоли размером с лимон, то спешно повезли главу семьи в больницу. Врачи, осмотревшие пациента, сразу начали бить тревогу. Докторам было очень сложно поверить, что в их тихом углу нашелся человек с бубонной чумой, печально известной черной смертью средневековья. Однако все симптомы указывали именно на это. К сожалению, Пол обратился к медикам далеко не сразу после появления признаков страшной болезни. Из-за такого промедления мужчина практически распрощался с жизнью. Целых 27 дней сварщик лежал в коме, пока врачи, как львы, сражались с чумой. Внутренние органы Пола отказывали один за другим. Больше недели он был подключен к искусственным почкам и легким. Несколько раз у больного даже останавливалось сердце. Медики уже думали, что его случай безнадежен. К счастью, крепкий организм мужчины в конце концов справился с испытанием. К сожалению, не обошлось без серьезных потерь. Врачам пришлось ампутировать ему отмершие и почерневшие пальцы на руках и ногах вместе с правой ступней. Пол стал одним из редких людей, сумевших преодолеть все три стадии развития чумы в организме. Мужчина прекрасно осознает, что лишь чудом остался в живых. Даже в наши дни, когда медицина развивается стремительно, черная смерть остается чудовищно опасной. Сегодня вышедший на пенсию по инвалидности сварщик из Орегона не жалуется на судьбу. Пол искренне рад, что вообще смог выжить. Он проводит много времени с семьей и друзьями, не оставил питомцев, а по вечерам занимается в гараже весьма необычным хобби. Отсутствие пальцев на руках не мешает умельцу делать ножи. Казалось бы, черная смерть давно побеждена, но на самом деле все куда сложнее. Переносят эту болезнь преимущественно блохи и другие насекомые паразиты. От них ее получают дикие грызуны, через которых хворь может попасть к человеку. Вот почему так важно быть бдительным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.